В селах Ненецкого округа технологический бум. Там продолжают внедрять современные электронные разработки. В учреждениях здравоохранения «Красного» Телевизки и Оксина заработала информационная система «РМИС». Медики теперь могут работать с электронной регистратурой, документы пациентов ввести в виртуальной форме. Это, впрочем, лишь малая часть функций данной системы. Сегодня секреты сейчас раскроет начальник информатизации и инфраструктурного развития регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Евгений Тимошин. Евгений, здравствуйте. Для начала система «РМИС» – региональная медицинская информационная система. Для кого она нужна? Для врачей или пациентов больше? Для всех. Она охватывает всю область. И это пациент, в первую очередь, это доступность врача для пациента. Ну, она используется уже в городе? Везде. И, наконец, дошла уже до сельских поселенных пунктов? Да, и в искателях, и в городе, не только в городе. Работает или пока что еще тестовый режим? Работает с 2013 года уже в промышленном режиме. Буквально, чтобы люди понимали, для чего она нужна? Функционал системы достаточно велик. Она состоит из 21 компонента, но основные компоненты – это электронная медицинская карта, электронная регистратура, лабораторная информационная система, льготное лекарственное обеспечение и так далее. Основными компонентами это является, конечно, электронная история болезни, которая составляется, и в составной части из многих компонентов берется данная. А также выписка рецептов и электронная регистратура. Электронная регистратура у нас, на самом деле, на сегодняшний день очень много пользуется уже. У нас на портале «Доктор 83» зарегистрировано на 2500 человек. Это население Наринмара? Население Наринмара, и искатели. В принципе, показатель неплохой, на самом деле. Готовы ли вообще в окруженных, точнее, в больницах, сельских населенных пунктах пользоваться уже вот этой данной системой? Ну, вот на выезде, когда мы ездили в Красное Оксино и Тервиску, врачи не испугались, даже положительно отнеслись к данному внедрению информационной системы. Для них, на самом деле, очень понравился функционал по направлению на госпитализацию, например, в окружную больницу. Все равно это некий шаг вперед, а персонал готов уже работать? То есть их, может быть, обучают перед этим? А персонал сейчас, мы им предварительно ввели тестовое обучение, а еще они будут приезжать как сюда в город, так же и к ним туда будут уезжать специалисты, которые будут уже более глубоко обучать, более детально показывать. Ну, в дальнейшем какие планы? Все равно у нас много амбулаторий, больниц в регионе. Да, ну, до конца года мы еще амбдурму и бугрино установим, может быть, хоруту. Вновь хорута у нас не входит, просто параллельно, может быть, мы ее зацепим. А амбдурму и бугрино мы также там постараемся внедрить до конца года в региональную медицинскую функциональную систему. Спасибо большое, мы поняли. Спасибо.